На 65-м году жизни скончался бывший главный редактор газеты Нарьяна Виндер. Александр Зайцев работал в окружном издании с 1976 по 1996 год. Это 20-летие стало значимым временем не только в жизни журналиста, но и Неницкого округа. Местами это, в общем-то, европейский уровень, где-то похоже на Норвегию. Я бывал там. Впечатлил, конечно, впечатлил. Но много новых лиц. Такие впечатления остались у Александра Зайцева после поездки в Нарьянмар в 2009 году. Современный, обновленный, совсем не похожий на город его молодости. Студент МГУ, начинающий журналист, приехал в Неницкий округ на практику. Неспешная жизнь, открытые люди, приветливая редакция газеты Нарьяна Виндер. Столичного жителя очаровал заполярный городок. И он приехал сюда снова, уже с супругой. Здесь началась его профессиональная деятельность. Раньше была такая должность у Нарьяна Виндер. Сапкор по геологии. Он объехал очень многие посёлки, геологические подбазы. Часто бывал на Буровых. Обо всём и об этом писал в газете. Желание узнать и рассказать людям о новом и интересном сделали своё дело. Александра Николаевича вскоре назначили главным редактором. Время было перестроечное, газета менялась в тон общественным настроением. Печатались материалы по экологии, защите заповедных земель. Стали подниматься темы ЖКХ, жилья, связи и транспорта. Вновь появилась страница на ненецком языке Ялумт. Александр Николаевич был человеком с чувством юмора. Это нам очень помогало пережить разные трудности. В то же время он был человеком очень лёгким на подъём. Очень любил командировки. Очень был общительным. Его знали очень многие люди. Со всеми он здоровался за руку, приветствовал всех. Годы, проведённые на Севере, Александр Николаевич назвал самыми счастливыми в жизни. Он признавался, округ дал ему многое. Карьерный рост, встречу с интересными людьми, профессионалами своего дела. После переезда в родную Тулу часто вспоминал не менее родной Наренмар. Да всё он дал. Профессиональный рост он дал. Самое главное, конечно, это чистота человеческих отношений. Как-то не врали, не обманывали, старались помочь друг другу. Продолжение следует...